Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дата непосредственно выхода этой пластинки Такой культ делали Из выхода непосредственно даты пластинки Не то, что это записано в таком-то году А вот там 24 сентября будет пластинка Поэтому, когда мы начали выпускать наши пластинки То тоже как-то думали, что надо всегда эту дату как бы фиксировать Но спустя вот сейчас получается 12 лет Я честно вам признаюсь, я никогда не думал, что к какому-то идиоту кроме меня Это действительно тоже запоминается И ты как-то вот с этим соотносишься Потому что, например, я лично к пластинкам своих каких-то любимых артистов Не так внимательно отношусь, как получается вы к нашим Что с одной стороны очень приятно По-человечески очень приятно Потому что, да, это, наверное, такие определенные вехи жизненные И вспоминаешь года Иногда тут вспоминаешь числа Какие-то Не то, что там вы купили эту пластинку именно этого числа Но с другой стороны, может быть, вы действительно в этот день шли в магазин Может быть Хотя я помню, что наша пластинка морская И, по-моему, и близко не попала в магазины именно в это число Потому что, как обычно, там подвели подрядчики и еще чего-то Я помню, что у нас не было, собственно говоря, никакой презентации То есть она тихо, вероятно, появилась где-то в магазинах Никаких планов на концертную деятельность Еще такое мы не делали Потому что ждали как бы вот этого первого резонанса Когда музыка именно пойдет, как говорится, к слушателю Вот И она пошла довольно быстро, я так понимаю, распространилась Потому что уже летом мы всерьез обсуждали А это было такое спокойное, я помню, время спокойное Я валял дурака Потому что наслаждался жизнью моей, можно сказать, вот таким Определенным финальный этап моей жизни Не особо связанной с целью Не на сто процентов связанной с музыкой И потом, можно сказать, что это, да, был какой-то некий переломный этап Для меня, как оказалось Все это ты И ты не привиденье Фантастика 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 Не пыль, а мы Остаемся вместе На века На века За годы существования Вами и вашей группой уже столько сделано, сказано, сыграно Что вы бы хотели, чтобы мы уже посидели и помолчали Что на сегодняшний день является главной задачей группы? Какие перспективы вы ставите? Какие главные задачи перед собой? Я честно признаюсь, задач-то особо никогда перед собой не ставили Перспективы пытались рассмотреть в туманном, как всегда, будущем Потому что, честно признаюсь, как-то ни странно, все вот Прошлое такое десятилетие Каждое там, что будет завтра, было всегда туманно Но оно всегда приходило Вот Как я говорил, уже мы пытались, может быть, там, да Играть в эту игру Такой шоу-бизнес Как должны выходить пластинки Сейчас, к сожалению Или к счастью Или, может быть, весь этот музыкальный рынок окончательно рухнул Занят этот кризис И, в общем, новые технологии И я понимаю сейчас, что, в принципе, мы действительно стоим на каком-то В определенном смысле на пороге чего-то Мне еще непонятного и неизведанного А просто по причине Потому что, в принципе, как таковые альбомы и пластинки В том формате, как их до этого десятилетиями люди записывали Не существует Потому что вот этот медиум исчезает Да, там, пластинка, альбом сам Который там можно продавать Еще чего-то Музыкальная индустрия Это абсолютно теперь не интересует Да, если что-то и связано с музыкой Это какие-то дела Не касающиеся там Вот этого альбома Вот И поэтому В какой-то мере это развязывает Мне, как основному автору группам уметь роль и, скажем так, идеологу Руки в моих, скажем, завтрашних действиях То есть это, наверное, исключительные эксперименты Что не обязательно придерживаться, может быть, даже этого песенного формата Меня сейчас увлекает создать какую-то вещь, которая бы, наверное, была Это не видеоклип, это нечто большее, наверное То есть именно чтобы аудиоряд, звуковой ряд исходил из визуального И, соответственно, перетекал обратно как-то И что понятно, что телевидение себя, опять же, тоже отжило И все, сейчас жизнь как-то концентрируется в интернете, по крайней мере, для меня Вот, может, это связано с какими-то переездами, перелетами Разными странами и континентами, новыми впечатлениями Поэтому мне, наверное, хочется какой-то зафиксировать себя Вот такого в уникальной ситуации Которая в хорошем смысле абстрагирована от всего Но ко всему определенно близка Потому что, мне кажется, это такая вот Такая правда с сегодняшнего дня Да, мы стали чересчур виртуальны, но при этом Вот они мы есть Хотя кто мы там, черт-то знает Нам сегодня как раз говорили о том, что вышел ваш новый клип Интересный С каким-то очень интригующим сюжетом И сегодня будет его премьера А, вы имеете в виду песню Лазурина Березова Это, кстати, опять же, хороший пример того, что сейчас происходит То есть, с одной стороны, это существует там наша песня Которая находится в свободном пользовании Опять же, в том же интернете Качая, не хочу пользу и так далее В данном случае была довольно забавная история Что на том же сообществе Икра ТВ Некие ребята с Урала Спросили у нас разрешение Могут ли они использовать эту песню для некого и своего видео Которое, соответственно, они готовы нам передать Если мы передадим им нашу песню Я сказал, что, конечно же Я не могу не спросить о выходе вашего первого зарубежного альбома Это может быть Камрад Инбасадор Я понимаю, что у вас есть еще вопрос Насколько вам удалось заинтересовать аудиторию за пределами России? Еще не знаю Еще не знаю Собственно, наш первый эксперимент по выпуску альбома За пределами Российской Федерации Когда альбом на компакт-диске, в общем-то, по большому счету Никому уже не нужен Давно, я считаю, что это очень мумитрольская традиция Так что, в принципе, сейчас компакт-диск Это как некий сувенир То есть музыку можно слушать и просто так Но обладать еще это уже такой некий сувенир Если бы была возможность другим исполнителям петь ваши песни Кого бы вы хотели видеть в их числе? Петь песни, да Ваши исполнители петь мои песни? Да, кому не понравится, ради бога, пусть поют Они свободны петь Абсолютно свободны Песни они, знаете, уже хочешь поешь, не хочешь не поешь Но я знаю, что не у многих получается спеть лучше, чем я В принципе, по-моему, ни у кого О чем еще мечтает музыкант, у которого все есть? Чтобы музыка никогда не заканчивалась И лилась Одной большой песней Приносило, наверное, удовольствие Не только тебе от процесса созидания и исполнения Но и слушателям Все это очень, по-моему, не очень интересно звучит для вас Но это так Напоследок, пожелайте что-нибудь нашим зрителям Дорогой зритель Я вас очень люблю Всех И вам того же желаю Субтитры создавал DimaTorzok